Врач-эксперт Врач-эксперт заполняет экспертное заключение, в котором есть такая опция, как характеристика написанного вами диагноза основного осложнения и сопутствующих заболеваний. Врач-эксперт проверяет вас, не страховая компания, пожалуйста, вас проверяет врач-эксперт, а врачом-экспертом является врач-специалист, имеющий высшее медицинское образование, свидетельство о аккредитации, стаж работы не менее 10 лет и плюс еще прошедшее обучение по экспертизе качества медицинской помощи. Не сотрудник страховой компании, а ваш коллега, знающий работу. Будем так надеяться. Дальше. В этом году у нас вышел 231 новый Н-приказ по экспертизе качества медицинской помощи, где четко указано также, что экспертиза проводится врачом-экспертом, теперь уже включенным еще и в единый фонд. В конце этого приказа я рекомендую всем ознакомиться. Есть несколько листов по критериям, за которые эксперт наказывает проверяемую им клинику. Итак, в том числе установление неверного диагноза, не повлиявший на состояние здоровья, приведший к удлинению или укорочению сроков, приведший к инвалидизации, приведший к летальному исходу и так далее. И дальше в скобочках идет удержание сколько денег и дальше графа еще штраф плюс еще накладывается. И еще есть опция в этих штрафах наличие расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов, например, обусловленное несоответствующим оснащением. Итак, вот такие диагнозы я понимаю, что мы пишем, переписываем, только, как вы видите, там указаны фамилии конкретные. И все это, слава богу, еще вклеено в историю болезни, которая пошла на проверку. Я это трактую как подделку документов, правда, если захочу. Дальше, например, мы пишем на одном и том же бланке рак левой маточной трубы Т3А0, есть гистологическое заключение серозного карцинома левой фаллопиевой труды. Дальше в анамнезе мы пишем, что в 2015 году лечилось по поводу рака шейки матки. Я заблудилась, что мы лечим сейчас. В одном и том же на ВК представляем, подставили ВК. Центральный рак верхней доли левого легкого, гистологическое заключение – рак молочной железы. Что мы лечим, рак легкого или рак молочной железы? Вот эту выписку я много раз показывала. Там не указаны сроки введения бево-цизумаба, а так как развелись перфорация кишечника опухоли после операции, есть великий шанс сделать, чтобы вы причинили вред пациентке. Здесь не указано анамнез о том, что пациентка пролечена уже. И я не понимаю, например, почему женщине сразу после операции назначен капецитабин в адювантном режиме. На следующем бланке диспансерное наблюдение. Просто рак отдела толстой кишки, хирургическое лечение в 2017 году. Сейчас рецидив в зоне анастомоза за включение диспансерное наблюдение. Замечательно. То есть мы отказали в помощи пациенту. Еще любимая фраза – рак молочной железы, литрозол до настоящего времени, а сейчас мы проводим химиотерапию. Вот это несколько таких примеров, где мы проводим химиотерапию. Я читаю как специалист, что мы проводим химиотерапию на фоне гормонотерапии. Хотя вы, скорее всего, просто забыли указать дату отмены гормонотерапии. Ну и вот из того, что я видела, наилучшие, мне кажется, диагнозы написаны четко. А то, что мы не пишем сопутствующие и осложнения в 99% случаев, я просто промолчу пока. Вот наиболее понравившиеся мне диагнозы того, что я видела пока из своей работы, где четко указан хороший диагноз основной, сопутствующие, осложнения. А как на самом деле нужно правильно писать? Нашему профессору дадим слово. Спасибо большое.